Гибель роуджампера будет рассмотрена в суде заводского района Минска. Сегодня начался процесс. Отмечу, что адвокат сразу подала ходатайство на проведение заседания в закрытом режиме. Однако его отклонили. Я напомню, что трагедия произошла в июне прошлого года в поселке Сосны. На глазах у десятков очевидцев парень прыгнул с трубы котельной с высоты 70 метров и ударился о землю. Индивидуальный предприниматель, который занимался организацией прыжков, обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Подробности знает Владимир Королев. Родственники и близкие погибшего, а также обвиняемого сегодня вновь переживают июньскую трагедию. В суде заводского района столицы начались слушания по делу о гибели роуджампера. Молодой человек прыгнул по подарочному сертификату и разбился на глазах у десятков очевидцев. В свободном падении роуджампер должен был пролететь около 60 метров, но по какой-то причине страховочные веревки не сработали. От полученных травм парень погиб на месте. Как выяснилось, площадку на трубе котельной в промышленной зоне поселка Сосны организатор прыжков арендовал почти год назад, в феврале 2017-го. За это время здесь на высоте побывали сотни человек. Последний прыжок был за 27-летним экстремалом. Вот так выглядит траектория прыжка при правильном закреплении страховочных веревок. Высота 70 метров. Масса мешка равна массе тела погибшего. Это кадры соследственного эксперимента. По данным СК, мужчина не осуществлял постоянный контроль за безопасной эксплуатацией. По роду деятельности предпринимателя данное уголовное дело беспрецедентное. Его расследование осуществлялось во взаимодействии со специалистами МЧС. А это неправильно закрепленная страховка. Мешок летит вниз. Следствие считает, что организатор прыжков не зафиксировал веревочную конструкцию на вытяжной трубе и не проконтролировал ее использование. Сам подсудимый считает, что следственный эксперимент был произведен неправильно. Чтобы избежать подобных происшествий в дальнейшем, следователи также предлагают регламентировать вид деятельности с прыжками с высоты на веревке, а также принять меры по обеспечению контроля на подобных мероприятиях. Родные погибшего роуджампера потребовали с обвиняемого возмещения морального и имущественного вреда. При этом сумма в суде не озвучивалась.